Приветствую вас, друзья! Сегодня обзор моего заказика по 15 каталогу. Это предновогодний каталог. Здесь много новинок и одна из них это вот такое шикарное ожерелье. Оно завязывается на бантиках. Вот на таком бантике. Сразу скажу, минус такой. Попробуй себе бантик вот так завяжи сама. Тут можно... В общем, я даже зубками его завязывала. Конечно же, хорошо, когда у вас будет кто-то, кто его поможет одеть. Это вот такое вот колье ожерелье. То, что вы видите на мне тоже. Чем восхищена эта на мне синие тени, хотя изначально было разочарование. Об этом я вам тоже расскажу, почему. Ну и это мой заказик. Сейчас подробненько обо всем расскажу. Покажу также о тех продуктах, которые со скидкой в текущем каталоге. Их я не заказала, они мои любимки, но они идут с большими скидками. Поэтому давайте быстренько посмотрим, что здесь классного. Итак, поехали. Мой каталог. И это мой заказик практически на 400 баллов. Очень много всего интересного. Каталог. Ну и первое. И первое, что вы увидите, это то, что у меня нет маникюра. Поэтому, простите, ну как-то не успела. А потом уже нет времени. Нужно за дочкой сходить сейчас в школу. Итак, первая страница, 65% скидка. И практически у всех есть заказок такие румяшки. Они долго играющие, лет на 5 вам точно хватит. Поэтому это не мне, это заказ со школы одной родительницы. Также ее заказик будет, ну попозже покажу, это кисточки и прыщедавка. Кстати, я даже себе так уже заказала. В каталоге просто парад ароматов с потрясающими скидками. Поэтому смотрите, подбирайте. Каждому нравится свой аромат. My Destiny. Следующая страничка. И то, что забыла себе заказать. Неправильно вбила код набора. И он у меня не прошел. Обожаю эту серию. Она у меня всегда как номер один в заказах. В каталоге очень привлекательная цена на помады. Многофункциональная 5 в 1. Если вы любитель таких помад, что же это классно, это здорово. Я влюблена в помады Giordani. Мне эти помады так. Ну, с реньки не очень. Это обзор честный. Как есть, так и говорю. Но заказы на них большие. Тем более по такой цене. Так же, как и для тех, кто любит блески для губ. Раньше я восхищена была вот этим блеском для губ. Классно смотрится. У меня даже есть еще несколько таких штучек. Но как-то сейчас я перешла. Вот опять же таки говорю. Матовая, матовая помада Giordani Gold. И больше для меня пока ничего не существует. Рука тянется к ней. Когда у меня целая коллекция. Вы видите, сколько всего всех помад. И я все равно, все равно тянусь к матовым. Как бы там ни было. Поэтому цены классные. Хорошие. Вот такая матирующая помада Stick. Помада Mousse. Тоже люблю. Но нужно повозиться с этой помадкой. Шикарно смотрится. Но нужно втушевывать, втушевывать. Видите, сколько я приобрела себе оттеночков помад. И постоянно пользуюсь. И вот видите, здесь еще помада. Вот такие вот есть стики. Тоже насущные яркие оттенки. Яркие. Интересные. Вот он, видите. Вот мой комплект. Если вам интересно узнать, сколько это что стоит. Сумочку я заказала с 50% скидкой по премьер-клупу. Раз каталог мы можем себе что-то заказывать. Так выглядит на мне браслетик. Минус. Если вот вы сам один. Тяжело завязать браслетик. Использовала свои зубки, но завязала. Ну, конечно, желательно, чтобы кто-то помогал вам это делать. И очень жалко, что он не на резинке. Чтобы так раз, уже готовый, вы одели. Так смотрится хорошо, роскошно, достойно. Вот так вблизи выглядит ожерелье. Конечно, прикольно даже под открытое что-то его использовать. Черный благородный цвет. И подойдет, мне кажется, под многие ваши комплекты одежды. Следующая новиночка – это сумочка. Красивый цвет. Сейчас, вот смотрите, сейчас дневное освещение. И он с таким смолиновым потоном. Подклад атласный. Ничего себе, я начала ее использовать. Здесь кармашки. Удобно. Здесь вообще все хорошо, классно. Что здесь дно идет? Лаковая кожа, подлаковая. У меня точно такая же лаковая бордовая. Я покупала Pierre Carden сумку в Абу-Даби. И она стоила со скидкой мне порядка 1000 евро. А что-то она, по-моему, 2,5 что ли стоила евро. Вот прям вот такая же. Поэтому я когда увидела эту, думаю, вау, классно. Тем более за такую цену копеечную. Ну, вот примерно то же самое практически, только представьте, в евро стоит брендовая сумочка. Но здесь, конечно, она тоже вот такая лаковая. И что вы думаете? Здесь там у меня пряжки подлетали. Очень жалко было. Вот эту сумочку я взяла. Она, понимаете, если вот мы возьмем темное освещение, как бы так вот вам передать. Я хочу взять что-то, наверное, ближе вот к такому цвету шарф. И будет гармонировать с любой одеждой. Есть еще ей близняшка. Синяя такая сумочка. И по джинсу сделана. Вот как-то я ее пропустила в каталогах. Обязательно найду и закажу себе. Мне кажется, она будет больше, как на повседневку. Это более вечерний-вечерний. Либо если вы подберете себе шарфик, будет она смотреться тоже здорово, роскошно. И я люблю такие сумки через плечо, чтобы они надевались удобно. Руки у вас свободны. То есть я думаю, что если я подберу шарфик под нее, она будет моей любимкой. Туалетная водичка. Ой, одна из самых популярных, самых продаваемых ароматов. Не знаю, сколько уже мужа заказывал. Много было их. Вот это был когда-то мой самый любимый аромат. Штук пять, наверное, флакончиков у меня было. Эльве. Доченька заказала такой шарик. Она говорит, мама, мама, мама. Отдай, когда ты мне отдашь эти носочки. Этот шарик. Я думаю, что сюда она будет свои игрушки складывать, украшения на елочку. Но носочки она уже сейчас. Вчера вечером готова была одеть и в них гулять. Еще одна новиночка для меня. Это вот такие набор спонжей для макияжа. Я не посмотрела, какой размер. Но казались это вот такие манюхи и манюхи. Манюхи. Посмотрите, два вида спонжиков. Вот такая кроха манюха, она в сухом виде. И когда вы ее намочите во влажном, она более становится. Никогда не носите в сухом виде спонжиком. Только в влажном состоянии. И этот спонжик хорошо прорабатывает зону под глазками. Вот здесь вот, где вам нужны прыщики. То есть смотрите, например, вы вначале маскируете прыщики, что у вас есть, какие-то недостатки. Можно прям корректор хорошо набирать. И после этого вы берете большой спонж и уже протушевываете. Тоже, видите, он во влажном состоянии. У меня очень хорошо прорабатывать уже остальную зону. То есть вот два спонжика. У меня много кистей для макияжа, для нанесения тональной основы. Но все-таки лучший для себя, как спонжики, я не нашла. Хотя у меня есть дорогие кисти, в том числе и от Мак. Вот самые лучшие, самые лучшие. Если сказать честно, и это честный обзор, у меня к ней двоякое мнение. Во-первых, она мне нравится, безумно нравится, но ее нужно уметь наносить. Видите, то есть она жиденькая-жиденькая, капаете. Минус, когда вы ее наносите капельками, нужно быть аккуратным, когда вы берете эту пи... Чтобы капелька случайно не упала на одежду. Я так испачкала платье. Минус номер два. Если вы не нанесли базу, то тональная основа ляжет, только подчеркнет ваши недостатки. Но если вы сделали с базой, с кремиком, нанесли ее, то она классно тонким, тончайшим слоем покрывает вашу кожу. И она как легкая-легкая вуальд. Следующая страничка и мои любимки. Во-первых, тушь, которая мне приятно нравится, это мой must-have. Не то достало. Это вот такая тушь Giordani. Она одна из самых моих любимых. Их несколько, но рука всегда тянется за двумя. То есть здесь я вам уже рассказывала, наверное, смотрели. Я переодела тушь от розовенькой в этот колпачок и в Giordani. Вот это мои самые две любимки, которые я сейчас пользуюсь, которыми. Далее это запеченные тени. Вы знаете, посмотрите, сколько много продукта. Его реально очень много. Вечером я получила разочарование. И так же, как и утром, я решила сделать быстренько макияж. И нанесла там, знаете, сухим способом, быстрее, быстрее, быстрее. И побежала. Какой-то непонятный, бледный, тусклый оттеночек. Такой думал, вот такие тени за такую сумму. Ну, как-то жалко, да? И думаю, честно вам скажу, что, ну, дорого. Дорого и эффект от обычных теней. Ну, сейчас, готовясь к макияжу, я немножко тщательно, более тщательнее сделала макияж. И я поменяла мнение. Ну, вот сделали бы побольше, сделали бы напополам. Или как-то больше пигментов. Вот видите, у меня здесь больше серебристого оттенка. Я вот оттуда набирала вместе, вот здесь вот. И наносила на краешек глазика. И у меня получился более светлый оттенок. Далее я набирала только однотомный темный пигмент, наносила его вот сюда. Если бы, если бы вот эти полосы были бы как-то побольше, я думаю, что теням бы цены не было. Эти тени нужно носить под базу. То есть, вначале я проработала тональным средством, либо корректором можно. И когда вы их наносите, впечатали один слой, подождали. Впечатали второй слой, чуть-чуть подождали. Втирать, втушевать, втушевать. И тогда, и тогда они реально, они реально крутые. То есть, это необычные тенюшки. Так, раз, нанес и все. А их нужно втушевывать, втушевывать. Ну, вот сейчас. Ах, какие классные, классные. И мне прямо жуки затрясли, чтобы заказать еще остальные оттенки. Как они будут лежать на веках. И также я использовала вот эти тени, чтобы немножко затемнить оттенок. Ну, вот по фаворитам, конечно же, фаворит номер один у меня вот этот оттенок. Раз. Мне нравится макияж вместе с этими. То есть, желто-золотистый. Классный. Я делала переход. Очень люблю эти тени. И сейчас вот этот оттенок. Знаете, вот, конечно же, макияж в такой гамме, он более вечерний, яркий, насыщенный. Но когда я использую вот эти тени, я использую вместе с белым оттенком. То есть, переход и втушевывать вот этот уголочек. Вот это у меня самый популярный must-have. Эти же, ну, пока попробовала, я не знаю. Потому что синий он, вот смоки классные с ним. Да, если, например, еще бежевую легкую помаду сделать, то акцент на глаза. Думаю, что, в принципе, будет круто смотреться. В идеале бы, конечно, для меня были бы эти тени. Ровно половина объема этих теней. И либо просто эти тени с компаньоном каким-то, даже вот таким оттенком. Например, черный, золотой напополам. Либо золото больше, черного меньше. Так же, как и вот эти два оттенка. Бордовые, ну, я бы, чтобы сама могла наносить и тушевать их. Следующий заказ. И закажу следующий другой оттенок тени. Дальше пробовать и набирать всю коллекцию. Потому что в тушевке они великолепны. Этот корректор мой фаворит. Поэтому он уже практически заканчивается. Думаю, со следующей скидкой я обязательно его закажу. Еще он есть. Также посмотрите пудру. Я думаю, сразу вы поймете, насколько я ей пользуюсь. Но! Одно но. Эта пудра больше подходит для сухой кожи. Этой пудрой я больше пользуюсь в зимнее время. Если взять на повседневку и летнее время, то эта пудра у меня вот идет. Матирующая. Она более матовая. То есть здесь лучше подбирать по коже. Если у вас более комбинированная жирная кожа, то эта пудра идет. Если сухая и на зиму, то больше идет рассыпчатное скидание. Моя любимая серия для окрашенных волос. Пользуюсь много-много лет. Уже затарилась продуктами. А вот этот вот кондиционер. Ну, этот любимый я вам, наверное, показывала, как быстро восстановить текущиеся волосы. Если они у вас сухие, что-то вы такие вот палочки наносите. И раз, два, три. В течение 5-10 минут они эти палочки у вас тут же восстанавливаются. Ну, я люблю... Это моя любимая... Это этими шампунями я пользуюсь вообще всегда. Краски. Я заказала себе 4. Когда я крашу волосы, на мою длину уходит в основном 2 упаковки. Иногда бывает так, что я растягиваю и одну упаковку, прокрашиваю корни и делаю протяжку-протяжку. Наверное, лет в 25 у меня был вот такой оттенок волос. Попробую. Попробую. Взяла 2 упаковки. Что-то хочется новенькое. Меня почему-то тянет на бордовый цвет. Вот, не знаю, видите, комната в таком баклажановом цвете. Сумочка. Ну, так. Как-то так. Стоит заказать несколько оттенков, потому что в 17 каталоге ее не будет. И если вы красите голову раз в месяц, то запаситесь, купите себе 2 краски. Ну, или сколько вам нужно. Мне, например, нужно 4 упаковки, чтобы покрасить волосы 2 раза. Причем иногда я оттенки смешиваю. Вот, например, видите, вот один коричневый оттенок и второй. Они немножко разные по тону. Ну, я люблю поэкспериментировать. Вторги от запаха лаванды. И решила заказать себе. У меня был гель для душа. Заказала себе скраб. А, безумно нравится лаванда. И на ночь, ну, с удовольствием пользуюсь средствами этой серии. Зубная паста. Ну, что говорить про зубные пасты? А, кстати, вы знаете, что нельзя пользоваться только одной зубной пастой. Нужно утром пользоваться одной пастой, например, отбеливающей, а вечером ухаживающей за вашими зубками полостью рта. Веллес. 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 Вот. В каждом заказе вы всегда увидите мои веллес-продукты. Еле дождалась шоколадного вкуса. Почему-то в последнее время либо брала клубничный, либо ванильный. С дочкой у нас каждое утро ритуал. Перед тем, как заплетать ее в школу, я наливаю дочке. Она взбивает, и мы вдвоем, пока я заплетаю ей косички, вдвоем, то есть сначала я половинку, потом вторую половинку она выпивает коктейли. Всегда ребенку я заказываю волос, потому что мне важно здоровые мои моришки. И как-то просмотрела, не заказала. Думаю, в следующем заказе это обязательно сделаю. 60% скидка. Рюкзачок. Стала новый каталог. И нашла там такую классную, потрясающую картинку, которая рассказывает о том, насколько полезны вот такие вот батончики. Их удобно брать, давать детишкам в школу или самим пользоваться перекусом. Потому что вот такой один батончик, если бы вы сразу съели одно яйцо, столовую ложку масла, один апельсин, орехи и столько же клетчатки, как и каша. Представляете, вместо кашки, вместо вот этого всего, вы ее взяли, перекусили, и это и сытно, полезно, и это минимум калорий. Сделаю сырники. Вместо изюма я добавила много орешков. Это грецкие орехи, фундук, также сухофрукты. Ну, это там ананас, папайя. Это wellness. Если, конечно же, вам предстоит какая-то поездка, отпуск, активный вид спорта из солнышка, снег, лыжи, то, конечно же, нужен вам крем с высоким SP-фактором. Поэтому этот крем будет как нельзя кстати. Серия новейнш. Пела бы, отдельно бы рассказала целый блог. Очень люблю их. Моя серия вот эта. Не буду сейчас, сбежая за ним, за этим скрабом. У меня уже вторая упаковка, и это самый крутой скраб. И вы реально сразу видите эффект. И наверняка вы слышали, что сейчас это тренд, это модно, ухаживать за кожей при помощи фруктовых кислот. Этот скраб содержит фруктовые кислоты, и от мега, мега крутой эффект ваша кожа сразу становится более здоровой, молодой. Ну, не знаю, я очень люблю этот скраб. Я пользуюсь им два раза в неделю. В этом каталоге скидка на серию против пигментации. Вот уже прошло ровно два каталога, шесть недель, как я пользуюсь этой серией. И, а, вот даже смотрите, у меня есть тоник, который всегда лежит на моем туалетном столике. Я его, наверное, вот столько уже использовала. Стараюсь всегда, очень-очень редко, когда я не пользуюсь тоником, когда быстро куда-то спешу, после очищения и тонизирования. Вот слышите, да, сколько его уже. И здесь, в верхнем ящике, у меня все мои средства по уходу за лицом. Это сыворотка. Осталось, наверное, половина ее. Ну, не будет половина, наверное, ночного крема. Вот по поводу дневного крема я вам рассказывала уже. И для меня это был эксперимент. Посмотреть, насколько эта серия реально у меня уберет пигментацию. Я вам сейчас покажу фото. Посмотрите, то есть, если сравнить, даже видите, насколько у меня разная кожа. Когда-то были прыщи, что-то не сразу там, ретушь, фотошоп. Я для себя хотела посмотреть, насколько меняется. То есть, вы видите, все светлее и светлее. И сейчас использую серию против пигментации ровно шесть недель два каталога. Я возвращаюсь на серию Эколлаген. Хочу также делать фотографии, протестировать, использовать целый каталог эту серию. А потом я обратно вернусь на серию против пигментации, буду чередовать, смотреть, как будет меняться моя кожа. Сначала я вам рассказывала, что он для меня жирнил. И я хотела его подарить маме. Но я передумала. Знаете, что я сделала? Этот крем, во-первых, содержит SPF 35. И у меня явные проблемы вот здесь. Но знаете, чем выше фактор SPF, тем более жирный крем будет. Это, ну, скажем, минус всех кремов, которые содержат высокий SPF. Поэтому вот этим кремом мои проблемные зоны, вот здесь вот у меня пигментация, ее я завела из-за того, что очень хорошо протушевываю после тонального средства сразу румяшки, тем самым стирая защитный слой. Так вот, вот эти вот румяшечки у меня пигментация пошла. Я сначала замазываю вот этим кремом и после этого наношу мой любимый такой вот крем для жирной кожи на все лицо и тем самым у меня получается и макияж хорошо держится, вот здесь вот никакого обычного жира нет. Вот жир, у нас жирный блеск, у нас вот в Т-зоне, а здесь он комфортно есть. Поэтому, если где-то есть у вас пигментация, вы можете SPF наносить в каких-то точечках, местах, а потом уже использовать ваш любимый крем, например, вот такой. Если вам был полезен мой лайфхак, пожалуйста, напишите. А для такой вот жирной кожи, у меня есть новенький, у меня, видите, вот такой вот уже новейдж. Да, что хотела вам рассказать, у нас появилось новое приложение SkinExpert, нам его рассказали еще на лайнере, и я игралась, реально игралась, я фотографии делала, делала, обязательно нужно без макияжа, чтобы кожа была очищенная в одно и то же время, в одном и том же месте, например, у окна, вы делаете фото, потом сравниваете, сколько вам лет. Реально, вот мои результаты. То есть, мне сейчас 37 лет, за 6 недель используя серию вот такую Optimals против пигментации, я на 1 год состояние кожи своей омолодила. То есть, реальный возраст моей кожи по приложению SkinExpert, то есть, это разработанное приложение, которое оценит состояние вашей кожи, насколько она выглядит среднестатистически. Так вот, если раньше это было 27 лет, то сейчас при помощи этой серии 26 за то, что я убрала пигментацию. Что идет? Первое, это идет сравнение ваши мимические морщинки гусиной лапки, второе, это идет пругость и морщинки в целом, носогубные складочки, цвет кожи, ваш второй подбородок и, конечно же, пигментация. Это очень круто и самое прикольное, что вы можете свой результат сравнить еще через какое-то время. Делайте принтскрины, очень круто, очень круто. Подруга заказала вот такую прощедавку и тут же я себе заказала вторую, потому что я не пробовала. Как делается? То есть вы нажимаете на кожу и так раз и протягиваете, раз и протягиваете и прыщик у вас выдавливается. Ну, или если у вас там крупный какой-нибудь назрелый, то вы просто так делаете его и... Ну, то есть интересно поиграться можно, но вот как бы супер-пупер эффекта я не получила, но несколько дней, вот эти вот дней я вот себе выдавливаю прыщи вот такой штучкой. И если у вас есть знакомый с проблемной кожей, то эта серия одна из самых крутых, которая реально делает эффект. Как-то мимо меня все проходил этот наборчик. Так вот, вчера я прочитала, думала, что... Сначала подумала, что это... Думаю, раз в недельку одной масочкой, второй масочкой и третьей. Вот такие вот малышки. Ну, я рада, честно говоря, когда есть действительно мини-продукты, а не какие-то большая упаковка. А здесь такая вот малышечка, несколько раз применение. Так вот, что здесь идет? Сначала это скрабик, вы очищаете кожу, потом вы наносите на 10 минут масочку, и после этого вы наносите гель. Арбузный, арбузное чудо, потрясающий, вкусный аромат, но рекомендуется его наносить хотя бы на 30 минут, закинув в холодильник. Фруктовый салатик вы можете сделать себе на лицо. А посмотрите, какая цена на этого наборчика на вот это фруктово-ягодное чудо. Представляете, всего лишь 299 рублей и в такой интересной упаковочке классный, мне кажется, подарок, презент всем. Заказ моей дочери мылка. Она говорит, мама, закажи мне это мыло. У нас туалетная водичка уже есть. Раньше голову я мыла только одним шампунем, но согласитесь, у нас структура ввоз такова, что здесь окрашенные волосы сухие, а здесь прикорневая зона жирные волосы. Поэтому сейчас уже много лет я мою голову двумя шампунями. Сначала для того, чтобы смыть вот прикорневую зону жирные волосы и промыть, я пользуюсь шампунем для жирных волос с крапивой и потом уже мою таким шампунем, как вот у меня закончился, я вам рассказывала, для окрашенных волос. А вы используете этот прием? Такой шампунь 500 мл стоит 339 рублей. И также мега скидки, мега продукты, которые покупают все. А еще один заказик моей дочери. Я заказала три наборчика, два подарю и один, конечно же, оставлю себе. Илочко, такой классный вкус. А какой вам больше аромат понравился? Вот этот или вот этот? это для тех, кто делает заказы Арифлеймовцы наши. И на последней страничке мега продукты, перезапуск, праздничный выпуск, серия молоко и мед. Это мамин заказ. Она влюблена в эту продукцию, в этот продукт и всегда, всегда просит заказать несколько упаковок. Она вымазывает их. Я не знаю, как так можно пользоваться, но это ее любимый заказ. Итак, это обзор моей продукции. Забыла вам рассказать. На меня пришел такой клач с ремешком и дополнительно к нему идет классный брелок. Этот брелок, я не знаю, клач я, наверное, кому-нибудь подарю. Этот комплектик я, наверное, подцеплю сюда или на другую любую сумочку. Мне безумно нравился, понравился. тем более ключик к исполнению мечты. Ах, бочоночек. Классный, да? Правда же? Ну вот это весь обзор моего заказика. Где-то на 400 баллов. Если вам было полезно, ставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать в следующем моем выпуске, когда я буду рассказывать о продукции. Возможно, я запишу такой макияж. Успехов вам! Пока-пока!